РФ в пятерке лидеров по экономической преступности. Согласно опросу PricewaterhouseCoopers, Россия сравнялась с Угандой по распространенности преступлений против бизнеса. Россия вошла в топ-5 стран, где компании чаще всего страдают от экономических преступлений, следует из опроса компании PricewaterhouseCoopers, PwC, сообщает РБК. Исследование противодействия мошенничеству. Какие меры принимают компания и охватило 54 страны. В PwC пояснили, что под преступлениями в обзоре понимаются действия, которые квалифицированы в качестве таковых самими компаниями, а не правоохранительными органами, и не обязательно оформлены в уголовные дела. Опрос в рамках исследования закончился в декабре 2017 года, он покрывает события 2016-2017 годов. Исследование 2016 года отражает ситуацию в 2014-2015 годах. По его данным, количество экономических преступлений в России к 2018 году выросло по сравнению с двумя годами ранее. 66% представителей бизнеса заявили, что их компания столкнулись с ними, тогда как ранее это число составляло 48%. Однако, как отметили авторы исследования, невозможно сделать однозначный вывод, растет объективный уровень экономической преступности или повышается выявляемость ее компаниями. Чаще, чем в России, компании сталкиваются с экономическими преступлениями, только в трех странах Франции, Киния и ЮАР. Россия делит четвертое место с Угандой. На пятом месте Замбия. Наиболее благоприятная ситуация в Италии, Гонконге, Тайване, Анголе и Болгарии. В России, как и во всем мире, самым распространенным видом экономического преступления является незаконное присвоение активов. На второе место вышли взяточничество и коррупция, а третьим наиболее распространенным видом нарушений является мошенничество в сфере закупок товаров и услуг. В мировом масштабе после незаконного присвоения активов идут киберпреступления и мошенничество, совершенное клиентам. Ранее сообщалось, что в России постоянно увеличивается количество граждан, считающих, что в будущем ситуация в стране только уходшится. Новости от Корреспондент.нет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и чтите пиастими Корреспондент.нет по материалам сайта Ньюзгроком.